Избирательный участок номер 5. Один из самых густонаселенных районов северной части Полевского. Жилой фонд это застройка 80-х годов прошлого века. Отсюда и проблемы. Одна из самых острых – уличное освещение во дворах. Сегодня ситуация постепенно меняется. Начнем с той проблемы, с которой шел на выборы. Это освещение дворовых территорий именно в районе 18-й школы детского садика номер 51. Данный проект нам удалось реализовать совместно администрацией города. Организовано наружное освещение во дворах новых квартирных домов, начиная с 32-го и заканчивая 38-м домом. Сейчас во дворах установлены новые опоры и светильники. Проект требует продолжения и расширения границ, считают депутаты Думы Полевского. На сегодняшний день в части дворов этого района в вечернее и ночное время все еще темно. А это значит, народным избранникам есть над чем работать. Хочется на все потратить, реализовать как можно больше проектов, но денег не хватает. Мы очень ограничены в бюджетных средствах, но при этом, я думаю, граждане и жители города могут заметить, что позитивные изменения есть. Начиная даже от новой коммунки стало светлее, стало шире. Я считаю, что проект очень удачный. И заканчивая тем, что в течение этого года удалось все-таки реализовать хоть какие-то проекты. Вот на нашем округе это освещение в районе детского сада 51 и 18-й школы. Здесь же на избирательном участке номер 5 по адресу Коммунистическая, 42, жители, управляющая компания, администрация города и депутаты Полевского воплотили в жизнь еще один пилотный проект, который касался освещения. Здесь установлены 8 светодиодных ламп непосредственно на многоквартирный дом. Все затраты по монтажу оборудования взяла на себя администрация города. Стоимость проекта составила в пределах 200 тысяч рублей. Относительно же содержания и оплаты электроэнергии, то это уже забота жителей. Я подходил к жителям этого дома, и меня интересовал один вопрос. Почувствовали ли вы это в платежках? На что было слышно, так как бы нет. И я даже призываю людей, жителей домов к тому, чтобы как можно больше реализовывалось этих проектов. Здесь же в первую очередь это желание самих жителей. Я готов подключиться к любому дому. Я буду помогать в том, что необходимо, какие документы оформить. Кроме освещения, избиратели волнуют состояние контейнерных площадок, периодичность вывоза твердых коммунальных отходов. Со всеми этими вопросами они идут к своим депутатам. Народные избранники при взаимодействии со специалистами администрации стараются решить все возникающие вопросы и устранить проблему. Когда простой человек смотрит и считает, что вроде что такого убрать ветки, ведь это же не так сложно. Но на самом деле, как показала моя практика, у меня на это ушел год. Моего статуса депутата, чтобы все-таки совместно с администрацией и совместно с управляющей компанией, совместно ТБО «Экосервис» убрать все-таки эти ветки. И вот только совместными усилиями это получилось. Депутаты Шмелев и Серебренников – это те люди, которые не просто работают на заседаниях комитетов. Для них норма – это выход на участок, в народ. В летнее время они завсегдаты во дворах своего района. Они не ждут, когда полевчане придут к ним на прием. Они сами интересуются чаяниями избирателей. Мы успели пообщаться и с ребятишками, и с детьми, и с их родителями, с бабушками, дедушками. Услышали, что необходимо решать здесь и сейчас. Но в принципе, обо всем мы знаем, но осталось реализовать. Сегодня в топе тем, которые стоят на повестке дня у депутатов пятого избирательного участка – это продолжение работ по созданию безопасного пути следования школьников до образовательных учреждений, освещение дворов и ремонт тротуаров. Еще одна хорошая новость для полевчан – это решение администрации города в 2024 году заказать проектно-сметную документацию на строительство дороги по улице Совхозной от торгового центра в микрорайоне «Зеленый бор» до пересечения с улицы Павлика Морозова, а значит, в перспективе вместо лесного проезда будет асфальтированное дорожное полотно. Это был один из наказов избирателей, и он будет выполнен. Ксения Бладенкова, Алексей Карибанов, Новости 11-го канала.